Что такое дух с точки зрения Уитнес-Ли и какую роль дух играют в человеческой природе? Как Уитнес-Ли, так и его учитель Вочманни считали дух ключевой составляющей человеческого существа, в которой и только в которой обитает Бог. Они говорили, что дух это та часть, посредством которой мы общаемся с Богом, и с помощью которой только мы способны познавать его и поклоняться ему. Потому что дух говорит нам о нашем отношении к Богу, его можно назвать элементом богосознания. В человеке самой важной частью является дух, потому что дух человека является центром его существа, и этот центр то самое место в человеке, где Бог входит в человека. То есть, иными словами, в сущности человека есть много чего, чем мы с Богом общаться не можем. Наш дух это вот та самая часть, придуманная специально для того, чтобы у нас существовала некая связь с Богом. Но вот в начале я вам говорил, из чего, по мнению Уитнес-Ли состоит душа и дух. Посмотрите, пожалуйста, ум, чувство и воля в Витнес-Ли их относят всех к душе человека, не к духу человека. То есть, по сути дела, наш ум, наши осознанные когнитивные способности, наша воля, они не имеют никакого отношения к нашим отношениям с Богом. То есть, та единственная часть нашего существа, которой мы общаемся с Богом, она как бы строит наше общение с Ним, минуя наш разум. Да, она где-то вот на подсознательном уровне существует. Да, это некая такая вот неосезаемая, внутренняя неопределимая часть человека. Для пояснения своей теории поместная церковь использует аналогию с устройством ветхозаветного храма. Писание указывает, что мы тоже храм. И будучи трехчастными существами, мы состоим тоже из трех частей – тела, души и духа. Но в какой части нашего существа обитает триединый Бог? Во втором послании к Тимофею, 4 глава, 22 стих, ясно говорится, что Господь с духом нашим. На самом деле там просто пожелание, да, Господь добудет с духом вашим. Наш дух есть святое святых. Прообразовательное описание храма в Ветхом Завете дает нам очень ясную картину. Присутствие Христа и Бога во святом святых. В наши дни этот прообраз храма Божия осуществлен в нас. Мы состоим из трех частей. Тело наше соответствует внешнему двору, душа – святилищу. И дух наш, человеческий, святому святых, который есть сама обитель Христа и присутствие Бога. Здесь мы как раз видим один из приемов, который часто использует Уитнес-Леон. Берет два совершенно разных образа – ветхозаветный и новозаветный, или две части Нового Завета, которые по какому-то внешнему признаку похожи друг на друга. То есть, то из трех частей, это из трех частей. Он говорит, на самом деле речь идет об одном и том же. И поэтому все свойства одного образа абсолютно полностью применимы к другому образу. При этом никак не доказывая свои слова. Доказывая, что именно дух, а не душа, является обиталищем Бога в человеке, поместная церковь ссылается на стихи Ефесянам 2.22, 2 Тимофею 4.22, Римлянам 8.16. При этом указание на дух человеческий Ефесянам 2.22 находит только Уитнес-Леон. Абсолютное большинство толкователей и переводчиков считают, что фраза «в духе», которая по-гречески так, с греческого языка так и переводится, в 22 стихе выполняет ту же самую функцию, что и фраза «в Господе» в предыдущем, 21 стихе. То есть, относится к Святому Духу, а именно Бога в духе. В духе с большой буквы, в духе святом. На это также указывает глагол, который использует апостол Павел, глагол, который переводится как «складываться» и «совместно устраиваться». С его помощью апостол Павел рисует образ множества христиан, вместе образующих единое жилище. Мы вместе устраиваемся в Божье жилище в Святом Духе. Очевидно, что этот образ не имеет никакого отношения к идее об обитании Бога в человеческом духе. Что касается других отрывков, 2 Тимофея 4.22 и Римлянам 8.16, даже в переводе самого Уитнес-Ли, в восстановительном переводе, их невозможно без явной натяжки столковать в нужном ему смысле. В то же самое время Уитнес-Ли обходит стороной стих 3 глава, 17 стих послания к Ефесянам, из которого даже в его собственном переводе следует, что Христос обитает в сердце верующего, а по учению самого Уитнес-Ли, как мы с вами видели, сердце на три четверти состоит из души, а не духа. Из души, а не духа. Ну и, наконец, мы с вами подошли к, наверное, наиболее важной части учения Уитнес-Ли о духе человеческом. Попробуем разобраться, что же Уитнес-Ли имеет в виду под словом интуиция. Интуиция как механизм такой неопосредованной связи человека с Богом. Наиболее экзотической частью учения Уитнес-Ли о строении человека является как раз вот это учение об интуиции. Почему экзотический? Потому что понятия интуиции в Библии напрочь отсутствуют. Его там просто нет. На чем основывается это учение? Цитата из сочинения Уитнес-Ли. Хотя и затруднительно найти в Писании подтверждение для этого свойства. Затруднительно, это, по-моему, очень мягко сказано. Но в некоторых местах об этом говорится. В первом послании к Оримфинам 2.11 указывается, что дух человеческий может знать то, чего душа не знает. Наш дух может различать то, чего душа не может. Этим доказывается, что в нашем духе есть что-то еще. Наша душа может познавать умом и житейским опытом, но дух человеческий может различать без всего этого. Это непосредственное понимание показывает, что интуиция находится в нашем духе. В первом послании к Оримфинам 2.11 мы читаем с вами следующее. Апостол Павел пишет. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего». В этом тексте апостол Павел на самом деле не противопоставляет душу и дух человека и не говорит ни о каком сверхъестественном, неопосредованном понимании. Он проводит простейшую аналогию. «Только дух Божий знает Божье, точно так же, как только сам человек знает Человечье». Фразу «дух человеческий» здесь не следует понимать в антропологическом смысле. Апостол по своему обыкновению прибегает к игре слов. «Дух человеческий равно сам человек». Он просто использует опять вот эту игру слов, вставляет слово «дух» для того, чтобы выстроить красивую картинку. Но на самом деле у нас получается красивый запоминающийся параллель. Ибо кто знает из Человеков Человечье, если не дух человеческий, и Божий никто не знает, если не дух Божий. Мы с вами отлично понимаем, что дух Божий – это не составная часть Бога, не какая-то внутренняя часть, которая обладает интуицией. То есть в данном случае сама эта параллель, которую выстраивает Уитнесли, она отсутствует, ее там просто нет. Речь идет о том, что кто знает из Человеков, что в Человеке, кроме него самого, кто знает, что в Боге, кроме него самого, в лице Святого Духа. Потому что Святой Дух – это и есть Бог. Помимо первого послания к Орифинам 2.11, Уитнесли ссылается на слова «узнав духом своим». Евангелие от Марка, 2 глава, 8 стих. Однако в данном тексте речь идет не об интуиции человека, а о всеведении Бога Сына. Во время его земной жизни, потому что речь идет как раз о Христе. Остальные библейские аргументы ли звучат еще более странно. В Евангелии от Марка, 8 глава, 12 стих, говорится «глубоко вздохнув». В Евангелии от Иоанна, 11.33, говорится «воскорбел духом». Познания, воздыхание и скорбь в нашем духе идут от непосредственного чувства развлечения, которое не зависит от разума. Это мы называем интуицией, третьим свойством духа нашего. Я не знаю, как вы, честно говоря, я затрудняюсь в этих стихах увидеть какое-либо указание на существование интуиции. Тем не менее, для учения Уитнеса Ли, вот это понимание интуиции, оно принципиально необходимо. Он пишет «Интуиция обозначает прямое понимание смысла и знания. В нашем духе есть такое прямое понимание смысла, независимое от разума, обстоятельства или жизненного опыта. Это понимание без ума, понимание, которое не имеет разумной основы. Это неопосредованное восприятие Бога и неопосредованное знание, исходящее от Бога. Иными словами, важность интуиции заключается в том, что она позволяет нам получить познание Бога, минуя наш разум. То есть, иными словами, Бог как бы подгружает какую-то информацию в наш дух, минуя наш разум. Как бы, условно говоря, прямо в наш мозжечок. Мы даже не осознаем до конца, потому что все наши сознательные способности относятся к душе. Вот каким-то образом эта информация оказывается внутри нас. Ну и мы с вами еще поговорим об этом. Но очень важный момент он заключается в том, что наши познавательные способности по учению вытнесли как раз мешают вот этой подгрузке информации непосредственно от Бога. Потому что, когда мы средотачиваемся на том, что мы видим глазами, слышим ушами, там чем-то еще, то вот эта вот прямая связь с Богом, она куда-то пропадает, и информация теряется. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok